и больше прям вот не серии про штукатурку и вот сегодня мы для этого и приехали чтобы здесь у меня находился винный погребок так что долбить мы будем знатно а между тем наступил новый день господа я вас приветствую на нашем строительном канале и около строительной тематики на дворе уже 9 утра скоро скоро мы будем качать с вами мед скоро но пока надо все-таки завершить эти вопросы с рамками немножко осталось давайте еще раз покажу как это делать потому что прошлый раз больше было художественного такого захода я показывал как это делают дети и так далее я покажу для тех кто реально занимается или хочет заниматься пчеловодством как готовить рамки как сколачивать их как натягивать я это по моему уже где-то показывал а вот как наващивать еще нет и так у меня есть вот такой аппарат эта штука для того чтобы прикуривать в мороз аккумулятор 12 вольтовая сначала я рассортировал сортировка идет простым таким путем укладываю рамку лист ващинки укладываю рамку для тех кто вообще еще никогда в жизни не связывался с пчеловодством объясняю вот эта штука называется ващина из нее пчелы потом сделают сушь то есть пчеловод как бы помогает пчеле объясняет то есть управляет пчелой как ему нужно натянуть сушь на рамке вот этими самыми шестигранниками пчелка поймет как ей нужно правильно тянуть она и без нас бы поняла но так мы управляем ее работой чтобы она не сделала лишних языков каких-то непонятных телодвижений на рамке мы это все дело объясняем ей таким простым путем это по сути контурная карта возможно кому-то интересно почему есть вот такие и есть вот такие рамки объясняю вот эти рамки являются корпусными на них пчела живет взаимодействует работает выращивает новое потомство ну и также наливает мед а эта рамка рабочая она для пчеловода то есть сюда пчела наливает мед с которым я работаю который я забираю некоторые думают что пчеловод это такой подлый человек который забирает у пчелы всю еду которую она приготовила на самом деле это не так пчела делает в пять раз больше чем ей надо вот эти четыре части мы берем иными словами то что она выкладывает вот на эти рамки мы можем смело забирать то что пчела наливает вот на эти рамки, я не трогаю. Это ее еда. Ну и следующий этап у нас это уже сам процесс наващивания. Я беру электроды, 3 секундочки, и видно, как рамка вплавилась и в тенек. Поделюсь еще одним небольшим лайфхаком. Вы заметили, что в пчеловодстве, что в строительстве, самый лучший вариант организации своего рабочего труда, это системность. Вы заметили, как я наложил рамки стопкой, а потом быстро наващинил. Если бы я работал с каждой, я бы терял время. То же самое я делаю и в стройке. Стараюсь оптимизировать труд, чтобы это было быстрее. И всем советую. Я еду на басеку сейчас и хочу закинуть вам спойлер, который выстрелит примерно где-то через неделю полторы. Собираемся поехать на отдых в горы. От вас мне интересно, что бы вы хотели увидеть из наших горных построек. То есть, чтобы мы построили плод, баню. Пишите в комментариях, мне очень интересно. И лучший комментарий мы отметим конечно же на этом отдыхе. Может быть что-нибудь интересное там и изготовим. Поэтому пишите. Объясню вам в двух словах, на чем мы в прошлый раз остановились. После дележки пчел есть улья, в которых нет матки. И пока мы ожидаем выхода новой матки, мы сокращаем семью на полкорпуса. И ждем, пока матка приготовится, облетится и начнет сеять в улья новых пчелок. Спустя три недели начинается этот процесс. И вот сегодня мы для этого и приехали, чтобы увеличить уже семью, потому что матка начала сеять новых пчелок и семья начинает разрастаться. Тем более, сейчас начался медонос. Это видно по обширной работе пчелы на пасеке. Нужно уже подготовить пасеку к взятию меда. Для этого мы приехали. Сейчас я подставлю туда сушку, ту, которую мы сегодня с вами утром готовили. И они будут тянуть вощинку, засеивать туда новых пчелок, заливать туда мед. И собственно говоря, те семьи, которые мы увидим сейчас сильными, тем я подставлю еще магазины, чтобы они уже начали нести мед. На пасеке сегодня жарко. Единственная радость, что нам сегодня пройти надо всего лишь 15 ульев. Те, которые мы не дошли в прошлый раз. Поэтому работы немного. Итак, начнем. В каждом улье должно быть 12 рамок. Здесь 11. Соответственно, я должен сейчас уменьшить, посмотреть, сеет ли семья. Если семья сеет и все в порядке, то подставить рамочку и можно даже накинуть им магазинчик. А она, наверное, сеет, потому что начали тянуть вощину. И это явный показатель того, что семья начинает трудиться. Но, кстати, семья такая агрессивная, я смотрю, она меня встречает не с распростертыми объятиями. Сейчас дойдем до однодневного расплода, я вам его покажу. Так, что-то много трутня у нас. Все отлично. Я увидел. Засев есть, матка работает. Все прекрасно. В магаз тоже укладываем рамки, которые свежие, через одну. Ну, таким образом, пчелы начнут ее тянуть. Маточка работает. И это хорошо. Показатель полноценности работы семьи. Чем мне нравится пасека? По сути, это та же самая шахматная доска. Подходишь к каждому новому улью, как к новой партии, в которой уже процесс игры идет. Открываешь положок и видишь, что эта семья сегодня от тебя хочет или не хочет. Сейчас я достал рамку. В принципе, на ней вообще никакой информации. Она новая. Но потому, что она оттянута, я уже понимаю, что матка в этой семье сеет. Потому, что если бы матка не работала, пчелы бы не видели смысла тянуть вощину и превращать ее в суш. А раз они это делают, значит, они готовятся к тому, чтобы матка засеяла новых пчелок или семья залила меда. Будет ли вам видно на камеру? Это видно на солнце под определенным углом. Не знаю, видно ли вам, что в каждой ячеечке лежит один червячок. Это как раз будущая пчелка. Друзья, а как, посмотрев на рамку, на которой сеет пчела, понять, трутовка она или нормальная хорошая пчела. Ну, матка. Напишите в комментарии, кто знает. Но если вам будет интересно, я вам потом так расскажу. Беда любой пасеки, муравьишки. Они постоянно любят на положках. А нам приходится их стряхивать. Сегодня жарко, хорошо, поэтому можно открыть улья полностью. Прикол покажу. Улья с новой маткой, но пчелы уже притащили свежего меда. И причем так неслабо его уже натащили. Вон, видали? Смотрите, залитый уже мед. То есть, конечно же, этой семье уже нужен магазин. Семья полноценная, матка работает. Матка сеет. Даем им рабочую рамочку. Увеличиваем до 12 штук. Добавляем в магазин. И все, и ждем меда. Все просто. Это интересно. Новый хороший магазик. Наливайте его медом. Все. Работа проведена. Получилось быстро, качественно и эффективно. Пчелки рады. Рад и пчеловод. Едем на стройку. Настроение обратно улучшилось, потому что у меня появился новый Perfect Tense. Тадач! Эта штука, правда, весит как конь, но он мощный. Если взять, в пример, тот, который у меня был 2,7 джоуля, то этот фигачит аж 6. Так что долбить мы будем знатно. Пойдемте долбанем что-нибудь, попробуем. Маяки! Я поставлю их. Последние, может быть, еще давайте 5, 3, 4 серии еще с маяками. И все, и больше прям вот не серии про штукатурку, а чисто про отмостку и все остальное. Я уже заспойлерил тысячу раз про все эти варианты, но до сих пор все не могу это сделать, начать. Ну, потому что подвал. Подвал забрал у меня все время. Ладно, пойдемте. Самое интересное, это то, что мы скоро, скорее всего, поедем на отдых. Скоро ко мне приедет мой друг с Новосибирска, мы заклеим матрасы и на них будем сплавляться на этой горной реке. А у меня даже спас жилетов нет. Ну, что-нибудь придумаем. Ладно. Все, работаю. Сейчас замешаю клей с песком, немножко цемента, пластификатора, все это в одну кучу. Накидаю на стены, приклею маяки и мы начнем штукатурить. Не переключайтесь, смотрите до конца, вам понравится. Смесь для маяков готовлю уже по налаженной схеме. Клей для пеноблока плюс песок в целях экономии, немного цемента и в бой. Мешать раствор всегда советовал и буду советовать в два этапа с перерывом в пять минут. Набрасываю ляпки на линию крепления маяка на несколько миллиметров выше шляпок маяковых саморезов. Вклеиваю маяк и ровняю прямую длинным провилом. После этого очень важно, чтобы плоскость ведения провила по маяку была чистой от раствора. Как вы видите, в этом нет вообще ничего сложного. Тут главная аккуратность. Делаю образ стены раствором один к одному, песок, цемент. Дожидаюсь схватывания и начинаю лепить штукатурку. Шикарная кардиотренировка на кучу групп мышц. Правда, правой руки. Главное не торопиться. Вывалился большой сегмент раствора просто потому, что я наложил слишком большой слой. Поэтому сейчас я закидаю, верну его обратно и дам большую, долгую паузу этой стене. Сутки хотя бы она должна выстояться, чтобы продолжить. Весь день адская жара. Прям нереальная жара. Созвонились с другом. Все, сегодня он приезжает. Мы должны просушить палатки, подготовить их, заклеить матрасы, все сделать тому, чтобы мы поехали на нашу эту экспедицию. Как обычно, тадам! Алтай. Это мой Алтай. Вряд ли, но будем мечтать, что это пройдет стороной. Привет! Его зовут Антон. У него нет инстаграма. Поэтому ссылки не будет. Ее зовут Ирина. У нее есть инстаграм. Ссылка будет. Привет! Жара была. Смотри, это нам, оказывается. Ничего себе. Мамуля, это нам дома. Привет! Здрасте. Как и было запланировано, готовим плавсредства. Проверяем матрасы. Дождь сменился ветром и стало чуть проще собираться. Антон привез потерянные клапана. Сейчас все проверим. Помню советские матрасы. Они были живучие. Эти же очень нежные. Чуть где задел и дыра. Вроде не травят. Кстати, для их заклеивания отлично подходят столярные струбцины прищепки. Мы пока точно не решили, какую реку будем покорять в этот раз. Но если это будет Куба, то, боюсь, матрасы для сплава это очень слабо. Решено заодно проверить одну советскую палатку, которую я все мечтаю переделать под шатер либо под баню. Помнится, у нее были большие проблемы со сборкой каркаса. Очень уж он нестабильный в точках креплений. Сейчас разберемся. Последний раз я собирал эту палатку в году так эдак в 2004-м. Вдвоем ее, конечно, не собрать. Но это мы поймем позже. Вот тут все пошло не так. Жаль, что из-за ветра я не могу вам передать наши эмоции. Ну, с такой-то командой мы, конечно же, справимся за пару минут. Кстати, друзья, тем, кто не помнит про Кубу, пару кадров в напоминание, что это за речка. Ребята, это Алтай. Алтай он такой. Нам нормально так было бы в ней сидеть? Ну, нормально. Вообще отлично. А это вкладыш, чтобы уже в палатке жить. Ее вот сюда ставишь? Слушай, мне раньше она казалась больше. Нет, для шатра мы здесь столики чуть-чуть поставили. А как думаешь, для бани в дальнейшем из нее баню сделать есть смысл? Или она маловато? Протягивать неудобно будет ее. Нет, если баню делать, то я считаю с печкой с металлической, чтобы трубу здесь вшить. Это польская палатка. Ну, все, давайте ее тогда как шатера возьмем. Ну, да, мне кажется, надо. А зашьем там уже на месте, возьмем с собой иголку? Конечно. Ну, как вы поняли, друзья, мы очень активно готовимся к этой поездке. Все серьезно. У меня есть, но только розовая. Да давай там на отдыхе зашьем. Поставим ее. Да ее надо даже зашить, и будет перед этим как-то ставить, наверное. Ирин, ты шатаешь, или у нас просто так корежит? Не, ну, видите, опасеный. А мы же ее растянем получше. Ну, да, да, мы потом там все прижмем. Вы же к земле ее еще колышками притянете, вот так. Конечно. Ну и все. И там уже сделал, и здесь все закидал. Осталось теперь сделать уже выравнивающий слой, и у нас готова бильярдная комната. Получается вообще отлично. Ну, следующий приезд, я допинаю эту стену. Здесь у нас будут установлены коллекторы теплого пола. Скорее всего, я их прячу именно вот тут под лестницей. И, как говорю, что в мечтах, чтобы здесь у меня находился винный погребок. Не знаю, как будет на самом деле, но мы постараемся это реализовать. Это должно быть прикольно и красиво, но еще и очень даже функционально. Всем спасибо, что посмотрели. Слава богу, эта пандемия закончилась, поэтому ждите видос с нашей поездкой в горы. Будет интересно. До скорых встреч. Увидимся с вами в следующую среду. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok